Всем привет! Сегодня отвечаю на вопрос Если у кошки есть хроническое заболевание почек Как и чем обработать от глистов, чтобы не навредить, не ухудшить состояние животного? Но я ответ расширю Возьмем заболевание почек, печени, поджелудочная, хроническая болезнь какая-то И возьмем еще и собак То есть у нас животное с хроническим заболеванием Как нам поступать, как обрабатывать от паразитов? Подход у нас такой Прогнозируем Если мы дадим таблетку от глистов, что мы получим? Какие осложнения можем получить? Читаем аннотации, советуемся с нашим доктором На что можем хуже повлиять? И второй вариант Что будет, если мы не применим таблетку от глистов? Глисты ведь тоже вырабатывают продукты обмена Действуют на ткани, действуют на иммунную систему Вызывают воспаление Глисты это не очень хорошие обитатели От них нужно избавляться И мы оценили ситуацию Смотрим, что у нашего животного есть в калии глисты Рвота с глистами Есть косвенные признаки глистов О них я снимал отдельное видео Ну, допустим, у нас меняется стул Появляется слизь, появляется кровь Или какие-то другие признаки В этом случае мы используем таблетки от глистов Потому что у нас вреда больше от того, что развиваются глисты Чем от того, что мы дадим таблетку Потенциально есть, конечно, угроза Потому что таблетки не безобидны И мы можем навредить Но оценивая ситуацию Я много говорю, вы понимаете, да? Риски оценили Глисты есть, даем таблетку Нет у нас видимых признаков Тогда сдаем анализ кала И пытаемся оценить Есть ли у нас глисты в организме Много их или нет Анализ кала не всегда показывает 100% наличие глистов Но все-таки, если вы будете периодически его делать И много будет глистов Вы их обнаружите И тогда целенаправленно обрабатываете от глистов И даже можно выявить, какой вид глистов И сузить наши препараты до какого-то одного Ну, допустим, круглые глисты Ну, взяли, применили в стронхоут Или пирантел Так, теперь мы знаем, что у нас животное болеет Может заразиться глистами Методы профилактики Пришли с улицы Убираем возле порога Убираем обувь Убираем, снимаем верхнюю одежду Моем руки А потом общаемся с нашим животным Так вы оградите Снизите риски для заражения Также не даем сырую рыбу Сырое мясо И другие продукты Которые могут быть источником глистов И важный еще момент Если вы обрабатываете от глистов Можно снизить интоксикацию Через 2 часа после таблетки Ну, в среднем Таблетка уже через 2 часа начинает действовать Даете энтеросгель Или аналог Энтеросгель в дозе 1 мл на килограмм Отмерили, сколько вам нужно Добавили кипяченой воды Чтобы жидкое состояние было И выпаиваете со шприца Атаксию, можно смекту Любой другой препарат, который у вас есть под рукой Это немного снизит интоксикацию Потому что вы таблетку даете Глисты погибают Может быть интоксикация, если их много А энтеросгель снизит негативное влияние Будут у вас дополнения, пишите в комментариях Если вам нужна консультация Ссылка в описании И послушаем нашего эксперта Пока, друзья До новых встреч Хм, а что же насчет природных средств Народных, безопасных Сама природа нам дала вещества Которыми мы можем прогнать глистов Вот известно Чеснок хорошо действует против глистов Но мы знаем Что котикам и собачкам Чеснок давать нельзя Токсично А вот тыквенные семечки Говорят, что можно Как они действуют? Узко эти семечки Клацайте Ну, разгрызайте И вот этот звук не нравится глистам Они убегают Это как двуногим поскрепеть пенопластом Или по окну По стеклу Они тоже убегают Так же семечки действуют на глистов Но вообще я думаю так Что когда котик болеет Или собачка Уже болеет долго Глисты сами его не будут трогать Тут закон природы работает Не бей лежачего Ну глисты же любят покушать В тепле побыть Чтобы им было хорошо А когда котик болеет Ну что с него взять Одни кости да кожа Сам бы хоть бы как прожил А то еще и глиста прокорми Так что вот так вот я думаю Природа мудрая Угу Субтитры сделал DimaTorzok